Со следующего года Ярославль будет получать дополнительно 400 миллионов рублей, предусмотренных на зарплату работников детсадов. За это проголосовали региональные депутаты на первом заседании осенней сессии. Нина Свичникова рассказывает. Полномочия по предоставлению образовательной услуги должны передаваться на муниципальный уровень вместе с финансированием. Но так случается далеко не всегда. И за это решение пришлось долго биться. Два года назад Ярославль получал эти 400 миллионов на оплату четырех должностей работников детсадов. А потом этих денег лишился. О несправедливости такого поворота сначала заговорили власти Ярославля, потом их поддержали депутаты областной думы. Основная задача – привести региональный закон в соответствии с федеральным. А он четко трактует, что полномочия по нормативам по всем абсолютно должностям, по всем, и по восьми, и даже больше – это полномочия субъекта Российской Федерации. Цена вопроса мы понимаем. Да, она большая, но с другой стороны, это полномочия, которые нам определяют закон об образовании и федеральный образовательный стандарт. Поэтому все равно в этом направлении нужно будет двигаться. Пока сошлись на половинчатом варианте. Деньги поступят не за восемь должностей, а только за четыре. Во вторник на Думе этот закон был принят в первом чтении. Тут же затронули тему выполнения в регионе федеральной программы по строительству дошкольных учреждений. Начато строительство 13 детских садиков. По условиям контракта три детских сада города Ярославля, они должны заканчиваться 16-м годом. На настоящий момент расторгнут контракт по городу Угличу по строительству детского сада, ввиду того, что подрядчик недобросовестно и допустил отставание больше шести месяцев. Остальные садики находятся в работе. Проблемная ситуация у нас по Пашихонскому детскому саду. Очередные коррективы были внесены на Думе в бюджет этого года. Его доходная часть увеличена на 1 миллиард 100 миллионов за счет федеральных поступлений. Эти средства предназначены на поддержку сферы АПК, молочных ферм и растеневодства, малого и среднего предпринимательства, а также на реализацию ряда госпрограмм и на обеспечение лекарствами. В целом расходы составят на 2015 год 61 миллиард 410 миллионов рублей. Дефицит областного бюджета увеличивается только на сумму неиспользованных остатков, то есть имеет источники для обеспечения его финансирования и составит 2 миллиарда 948 миллионов рублей, что соответствует условиям соглашения с Министерством финансов. Уже началась работа над бюджетом будущего года. В частности, планируется до 200 миллионов увеличить расходы на развитие школьного спорта, чтобы отремонтировать спортзалы и спортплощадки, использовать их не только на уроках, но и во внеурочное время. Они должны стать центром притяжения для всех, кто желает заниматься физкультурой. Один из главных приоритетов – это благоустройство, это увеличение в два раза субсидий муниципальным образованием на дорожное строительство, потому что они сами должны решить, кто-то поправить двор, кто-то поправить улицу. Увеличение субсидий из областного бюджета на благоустройство. Такой программы раньше не было, это целиком их полномочия. Мы понимаем, что у них средств не хватает, а это и озеленение, это и освещение, особенно в сельской местности, крайне актуально, но и для городов. Еще одно предложение фракции единороссов – законодательно закрепить размер бюджетных вложений в проведение капремонта домов. Депутаты предлагают четко прописать, сколько денег вносит собственник жилья, а сколько добавляет казна. Без участия бюджета, особенно старые малоквартирные дома, в порядок привести будет трудно. К этому вопросу депутаты намерены вернуться еще в декабре, когда заслушают отчет о проделанной работе регионального фонда по капремонту. Нина Свечникова, Василий Мосин.